О том, что потолки могут быть навесными в прямом и переносном смысле, жители этой квартиры теперь знают не понаслышке. Последствия грозы, которая прошла в городе ночью, еще можно увидеть на стенах и в разбувшем полу. Ночью Дмитрия, хозяина квартиры, дома не было. Когда утром он вернулся домой, эта люстра мигала, при том, что свет был выключен. Из-за попадания воды в доме произошло короткое замыкание. Идя домой, обнаружил то, что мигает люстра при выключенном выключателе. Соответственно, произошло короткое замыкание. Висит вот такой огромный пузырь на потолке. Вздутые полы. Здесь были большие лужи. Все это я осушил. Потолок этой квартиры на четвертом этаже пока спасает от потопа весь стояк подъезда. Некоторые рязанцы уже столкнулись с неутешительными последствиями капитального ремонта. Но в этом доме замена крыши в самом разгаре. Подрядчики работают здесь уже неделю согласно плану. И хотя дождь застал этот дом на момент, когда кровлю разобрали, все работы по отведению воды в сток с крыши были сделаны. Вот только ливневка в ответственный момент не сработала. Она оказалась забита этим мусором. Это с годами уже. Мы сейчас любую ливневку с вами влезем и посмотрим. Это с годами вещь набирается. Если уж на то дело пошло, полезли на крышу, вы посмотрите. Мы такие материалы не принимаем. Да, снимаем старую кровлю. Да, этот пирог весь сгнил. По словам строителей, к мусору, забившему сток, они отношения не имеют. Материал, который используется для кровли, отличается от того, который они достали из ливневки. А почему она оказалась забитой, это вопрос к управляющей компании, ответственной за обслуживание данного дома. Теперь жильцы думают, что делать и где искать правду. Подрядчики от ответственности не отказываются. Готовы заменить обои, протекшие потолки. Но пока что обе стороны только пытаются найти общий язык. Многие начинают выяснять отношения со строительными организациями, которые проводят капитальные ремонты или делают какие-либо работы. Порой данные организации и их работники не являются штатными сотрудниками управляющей компании или ТСЖ. Хочу пояснить. Если ваш дом эксплуатируется товарищеским собственником жилья или управляющей компанией, то ответственность за содержание общедомового имущества и за повреждение вашей квартиры и вещей в этой квартире в результате залития несет управляющая компания. В дальнейшем, если она докажет, что должен был контроль, то она может в порядке регресса предъявлять требования строительной организации, которая проводила какие-либо работы. И пока буря споров по поводу обоснованности взимания платы за капремонт более-менее улеглась, поднялась другая сторона вопроса. Итоги и процесс реализации программы ожиданиям соответствуют далеко не всегда. Продолжение следует...